Всем привет! Вы на канале мой флакон, я Сергей и Рецун и Слава. Сегодня у нас своеобразные итоги года, где мы обсудим, какие ароматы нам больше всего понравились, что мы лучше всего купили, какие бренды нас заинтересовали в этом году. Это будет топ-5 в разных категориях. И начнем мы, пожалуй, с открытия года. То есть это лучший аромат, который мы купили в этом году, но это не обязательно это новый выпуск, просто мы в этом году его приобрели. И у меня это будет дептик, туалетная вода, Бульвар Сан-Джермен 34. После этого аромата я, на самом деле, просто начал охотиться за дептиками. Мне этот бренд покорил, после него появилось много чего другого еще. Но вот именно туалетка, она, конечно, произошла всем и ожидания. Вначале мне не очень понравилось, потому что амбровая база такая приятная. Здесь очень слетает быстро, остается не амбровая база, более такая ванильная, что ли. Но потом я так ее полюбил. В целом это фужерно-амброво-древесный, чуть-чуть сладковатый аромат. Очень стильный дептик, на самом деле. Вот, а что у тебя? У меня, конечно же, Сержа Лютанс. Аромат, который я искал 8 лет. Я когда был на стадионе в Сочи на Кубке конфедерации футбола. И я когда сидел, и мне какой-то аромат прям так нравился на этом стадионе. И я его запомнил на всю жизнь. И вот я нашел в этом году этот аромат, и им оказался Сантал Можицкюль, от Сержа Лютанса. Здесь красивейший сандал с розой и какао. Какао я вообще не очень люблю в парфюмерии, но здесь это все так красиво, элегантно, шедеврально так обыграно. Нету никаких вот этих рассолов сандаловых. Нету вот этой розы. То есть здесь все идеально собрано. Очень крутой аромат. Я рекомендую, если вы будете знакомиться с Сержем Лютанцем, попробуйте его. Это прям моя любовь. Вторая у нас категория, это лучший новый аромат 2023 года. То есть запуск этого года. И для меня это, конечно же, Clive Christian. Из новой их коллекции в этом году они выпустили линейку из трех ароматов. Якобы они возродили что-то старое, но переработанное с современными материалами. Все такое. Town & Country. Это, на мой нос, улучшенный Wood for Greatness. Стартует с прекрасным бергамотом, цитрусовыми оттенками. Здесь есть шалфей, здесь есть серая амбра. Великолепный аромат. Я не сразу его купил, потому что он стоит прилично, но я ходил и ходил, подходил к нему, шикался еще раз в бутике и я понял, что он мне нужен. Нашел кое-где со скидкой и вот он у меня. И я считаю, что это один из лучших запусков этого года. Действительно классный. Наверное, больше в мужскую сторону подойдет. Никого точно не оставят равнодушным. Может кому-то не понравится, кому-то кажется слишком громким, но это точно заметный, яркий, классный аромат. Тоже Serge Lutantz. У них новинка очень даже удачная. Называется Crème de Fumi. Я его практически подпил так же, как и Sant'Alma Jascule. Одинаково. Это мои самые часто наносимые ароматы, именно летом и осенью, да и зимой. Я очень люблю. То есть, для меня чем пахнет? Это очень красивая роза с какао. Какао здесь такое рассыпчатое. И дым. Дым здесь, я так понимаю, лада, наверное. Но дым какой-то индустриальный, какого-то, не знаю, завода. Но это все не то, что химически вонючая. Это вот хочется этим дышать. То есть, очень красиво. В переводе это как дымовая завеса. Да, да. Вот. И это лучшая новинка для меня. Самый часто используемый аромат в этом году. Ну, и у меня это, конечно же, моя поливашка. Это мандарин. Я уже почти заканчиваю флакончик. За следующий год, за полгода, наверное, я его сношу. Мандарин от лаборатории Альфатива. Мой бессменный фаворит. Сладкий, нежный мандаринчик без кислинки. И очень натуралистичный, не стойкий, но облиться и пойти радоваться. И отлично на Новый год, на новогодние праздники, тематический. Как ты думаешь, ты будешь его дублить? Да, определенно. Я буду его дублить, когда он закончится. Ну, сейчас я не буду, но вначале он должен закончиться. То есть, ты прям будешь потом скучать, да, по нему? Конечно. А для меня самый часто наносимый... Вообще, я в этом году заинтересовался нотой ириса. Мы даже устраивали повстречу, посвященную этой ноте. Это моя была идея это сделать. И у Aedes 90s у меня был наборчик. Там ирис Назарена. Вот такая вот она зажигалка золотая. Несмотря на то, что это всё золото, очень хорошо всё качественно сделано. Золото не как-то... Ну... Не дешевит. Не дешевит и не царапается, не облазит, как обычно бывает. Вот. И я, чтобы быть честным, вот у меня тревел и осталось прямо на донышке. Это очень красивый ирис с можжевельником, с перцем, с кожей, с ладаном. Здесь очень красивый ладан. Вот он немного повторяет ладан, как в Капалазур у Аедаса 90s. Ирис здесь нет никакой ни морковности, нету корня ириса, который дает ему такую замыленную шампунь. Здесь тоже её этого нету. Здесь прямо вот чистейший цветок ириса для меня. И самый красивый. Если вы ищете для себя что-то ирисовое, вот прям рекомендую. Очень, очень крутой аромат, стойкий, шлейфовый и... И, кстати, меня даже спрашивали вот недавно, что на мне. И говорили, очень красиво. Вот он подойдёт всем мужчинам и женщинам. Он не слишком пудровый для ирисовых. Это такой холодный, прозрачный ирис. Такой спокойный, собранный, но действительно божественный. И он комфортный в носке. То есть вы можете в любую ситуацию с ним пойти. И следующая наша категория, четвёртая из пяти, это бренд открытия года. То есть бренд, после чего началась какая-то история. Для меня это бренд, это бонд номер девять, американский бренд. Началось всё с сета из 30 их ароматов, тревелов. И мы раздарили часть тревелов. Что-то я сам пользую до сих пор, что-то Славе нравится. И отовсюду у нас идут только позитивные отзывы про этот бренд. Всем это нравится. На самом деле классные у них ароматы. Опять же они не самые дешёвые, не так может легко их найти. И конкретно это, один из представителей, мне нравится намного больше их ароматов. Но пока что я обзавелся только одним. Это улучшенная версия Кридавентус. Это тоже что-то такое можжевелово-фруктовенькое, но очень мягкое, стойкое, великолепное. Не такой заезженный аромат, как Кридавентус. Нравится тоже довольно многим. И очень такие вызывающие флаконы у них. Хотел бы добавить. Ну да, ну это 50, а она более такая... Классическая. Более, как сказать, привлекательная для меня. Сотки, они такие бандуры такие, да. И там такие рисунки бывают в рыве глаз. Что у тебя? У меня... Недавно я обозревал новый бренд для себя. Imaginary Ethers. Воображаемые... Авторы. Авторы. Вот. У них такие ароматы в книжечках. К каждому аромату посвящена какая-то история от парфюмера. И я прям полюбил этот бренд. Мне захотелось даже офлаконить уже один аромат. Называется он... Там что-то... Шторм. Всегда, всегда может быть шторм. Для меня это Балтийское море. Сосновые леса. Хвойные. И мне нравится их концепция. То есть ароматы... Из хороших ингредиентов. Красиво сделаны. И доступная цена. То есть это ниша, но цена... Вы за 100 долларов можете купить большой флакон. То есть... У них пятьдесяточки, да? Да. Да. И вообще мне нравится, что это какое-то такое крафтовое немножечко. Как будто все хендмейт. Вот я люблю такое, когда все не фабрично. Как будто вот для вас душой это все делали. Вот так это выглядит. И ароматы все крутые. Вот хочется собирать коллекцию этого бренда. И у нас последняя категория. Это хотелка на следующий год. То, что мы решили пока не покупать. Но наверняка в следующем году мы обзаведемся. У меня это Ут Силк Муд версии Экстракт. Ут Роза Ромашка Папирус. Насколько я помню. Очень диффузный такой аромат. У меня еще есть Тревел. Там еще осталось. Я для себя строго решил, что я не куплю себе флакон. Пока я не изношу тот аромат. Потому что он действительно очень громкий. Его там часто ты не носишь. Может быть к середине года я обзаведусь. Очень хочется флакон Курджана. Да, знаете. Он такой очень красивый. Такое качественное стекло. Он выгодит великолепно. Кубик, да, вот этот. Да. А у тебя? У меня Орманд Джейн в Византии. Для меня это красивая черная смородина на старте. Какой-то немного чая с черной смородиной. И утюги. Я люблю ноту металла. И там вот есть вот такой горячий утюг, на котором, я не знаю, пролили черно-смородиновое варенье или компот. И вот он так приятно пахнет. И я вот хочу. И он очень стойкий. Я помню, я нанес его на рукав. У меня этот рукав пахает всю неделю. Один пшик. То есть, это очень крутой аромат. Ну, если ты себя в этом году хорошо ввел, то, может быть, Дед Мороз тебе что-то положит под емочку. Кто же знает. Вот такой у нас выбор. Мне кажется, не самый банальный и интересный. Весьма унисекс. Наверное, у меня чуть больше в мужскую сторону. Мы желаем вам отличных парфюмерных открытий. Хорошего следующего года. Пусть все ужасно останется в прошлом. И Новый год будет лучше. Да, с наступающим Новым годом, Рождеством. Спасибо, что вы всегда остаетесь весь, все время с нами. Смотрите наше видео. Нам это очень приятно. Пишите комментарии. Мы уже за этот год со многими нашими подписчиками познакомились. Уже даже задружились. Так что нам очень приятно, что мы обзавелись такими прекрасными людьми. Которые также ценят и любят парфюмерию. И увлекаются ею. Прекрасных новогодних праздников. Гуд бай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok